Здравствуйте! Вновь вернемся к обсуждению недавно произошедших перестановок в правительстве Севастополя. Ранее мы с вами детально рассмотрели персонали тех, кто получил должности заместителей губернатора, с приставкой ИО, разумеется, и руководителей департаментов. Но наш обзор был бы неполным. Забудь мы про тех, кто эти самые места новоприбывшим уступил. В особенности, учитывая, что потери оказались многочисленными. Так давайте же вспомним, чем запомнились Севастополю освободившие чиновничьи кресла специалисты. Для начала хотелось бы отметить, насколько тихо их проводили с уже прошлого места работы. На аппаратном совещании 30 сентября, где и оглашалось принятие решения о новых назначениях, не было ни прощальных речей, ни благодарственных грамот. Отошедшее от дел руководства оказалось на втором плане, пока все внимание пришедшей на встречу прессы сфокусировали на новых кадрах. Единственный, кто вспомнил их добрым словом в информационном поле среди их коллег, оказался покинувший под салюты и крики «Ура!» кабинет губернатора Севастополя Дмитрий Овсяник. Свою похвалу коллегам он выразил на своей страничке в Facebook. В любом случае, давайте исправим эту несправедливость. Правда, говорить скорее придется о начальстве департаментов, так как оба ушедших вице-губернатора ничем примечательным отличиться не успели. Иван Кусов запомнился лишь своим политическим слаломом от главы севастопольского филиала МГУ до депутата законодательного собрания и так и не утвержденного нашим же парламентом поста заместителя губернатора. Тем временем Шишкин был официальным представителем правительства на всех памятных акциях и праздниках, толкал речи и возлагал цветы. А, ну и на обновлении городской доски почета с уважаемыми людьми пообнимался. Остальная часть их работы осталась вне поля зрения общественности. А теперь перейдем к действительно интересному, к департаменту. Начнем с Игоря Титова, который до последнего курировал департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Здесь много что можно вспомнить. Например, ремонт дороги по улице Симонка, где подрядчик зашел еще в октябре 2018-го, а к апрелю, когда близились вновь перенесенные сроки сдачи объекта, было сделано лишь 40% от запланированного. А можно вспомнить и многострадальный спуск Котовского, для которого каждый сезон сильных дождей оказывался аномальным и непредвиденным, а вновь положенное дорожное покрытие уплывает вниз по течению. Причем даже решение отказаться от этой многострадальной плитки в пользу асфальтового покрытия Игорь Вадимович объяснил довольно своеобразно. Это связано с тем, что ранее технологии укладки асфальтового покрытия были совершенно иными. Можно также припомнить и совсем недавно развернувшуюся дискуссию по поводу реконструкции Большой Морской, где Игорь Титов, человек ответственный за транспортное сообщение в городе, заявил, что совершенно не против уменьшения количества автомобильных полос в таком-то загруженном трафике участка. Мотивация? Город, дескать, не для машин, а для людей. Ах да, и парковки городу тоже не нужны. Для меня много лет назад было откровение, ответ на вопрос в одном городе. Почему нет у вас пробок? Был ответ такой. Потому что автомобилям негде припарковаться. И тогда я, озабоченный проблемой создания парковок, понял, что парковки не только нужны, они не нужны, они вредны. Потому что негде будет припарковаться, некуда будет ехать. Меньше будет автомобилей, меньше будет дискомфорта для жизни, для городского. Подход, нет дорог, нет проблемы нынешнее руководство не оценило. Доказательством тому произошедшие кадровые решения. К слову, даже уходить Игорю Титову пришлось со скандалом. Речь, конечно, про Севэлектроавтотранс. Сотрудникам приходится самостоятельно закупать детали, получать зарплату в неполном объеме. Уже пошли первые массовые увольнения. Другими словами, предприятие идет по сценарию Крым-троллейбуса. Конечно, в первую очередь здесь претензии и вопросы к директору Севэлектроавтотранса Александру Швейкусу. Но разве не руководитель департамента должен брать такие ситуации на контроль и в спешном порядке их разрешать? Но вместо этого было принято решение свалить всю вину на сам коллектив. Достаточно жесткий человек, директор Швейкус Александр Михайлович, то есть выстроил, обозначил условия и требует неукоснительного их соблюдения. Сейчас там вот эти вот брожения, которые поддерживаются деятелями определенными общественными, на мой взгляд, они связаны в первую очередь вот с этим. И это лишь то немногое, что можно перечислить сходу. Полный список бы удостоил Игоря Вадимовича отдельного выпуска нашей передачи, а рассказать хотелось бы про всех. Дальше у нас по списку Игорь Белозеров, департамент образования и науки. Тут сразу же можно вспомнить про провальную подготовку школ к первому сентября. Речь, конечно, о школе номер 40 и втором корпусе образовательного центра Бухта Казачья. Лучше меня ситуацию, которая творилась на строительных площадках, пожалуй, опишет сам Михаил Развожаев. Один и тот же подрядчик у нас выиграл уже как минимум 4 объекта. И куда я не поеду, весь цыганский табор переезжает с одного объекта на другой. И как бы вместо того, чтобы, так сказать, распределиться и все это успевать в срок. 1 сентября мы просто с вами не смогли даже ничего предъявить городу. Но то, что касается объектов по Казачьей... Мне, допустим, по поводу этого, вот меня совесть мучает. Что 1 сентября два объекта, которые должны быть отмытые, прекрасные, радовать людей, они оба не готовы. Обещанными родителям первоклашек школами с профильными кабинетами, мастерскими и новыми площадками похвастаться 1 сентября не смогли. Профессионально у главы департамента получалось лишь давать обещания и заявлять о том, что работы находятся на завершающей стадии. До недавнего времени в департаменте Капстроя все было прекрасно, везде только надо было краской брызнуть. Выяснилось, что совсем все не так. Михаил Тарасов, тот, что возглавлял департамент городского хозяйства, тоже успел отличиться за время своей работы на посту директора. А именно, безграмотной и бестолковой реконструкцией подворных стенок и лестниц Севастополя. Яркий пример – спуск Степана Разина, где поверх старого гранита начинали укладывать скользкую плитку. Ладно, что с точки зрения сохранения исторического облика города, такой подход довольно сомнительный. Зимой при легкой гололедице этот материал становится настоящим катком. Учитывая, что никакие поручни в план реконструкции не входили, можно представить, чем бы такая реновация обернулась городу. Слава богу, возмущения севастопольцев не остались без внимания руководства Севастополя, и плитку было решено не укладывать. Но не все процессы обратимы. В уютных двориках аккуратно сложенные конструкции из дикого камня в центре города стали заливать серым бетоном. На нескольких участках стены уже начали появляться трещины. Это просто совершенно вопиющее безобразие, причем вопиющее безобразие не только с точки зрения архитектуры, но и с инженерной точки зрения. Потому что, как вы видите, водоотведение сделано очень слабо, только на нижнем уровне. По всему пространству стенки водоотведения отсутствуют, и уже пошли трещины вертикальные. Я думаю, что еще 2-3-4 года, и эту стенку придется ремонтировать. А при этом хочу заметить, что стенки, которые были сделаны советские, послевоенные годы, они до сих пор стоят и успешно выдерживают всякие разные природные воздействия и другие. И все это неприкрытое безобразие проходит на территории исторического поселения. Учитывая, сколько негатива такие действия вызвали у севастопольцев, нет ничего удивительного в такой перестановке кадров. Да и в общем, работа в плане очистки города от мусора нормально налажена не была. Все чаще эта нагрузка стала ложиться на плечи волонтеров. Рустам Зайнулин тоже за время своей работы успел натворить дел и сыскать нелюбовь граждан. Так, подконтрольный ему департамент по имущественным и земельным отношениям, а точнее его сотрудники, порой игнорировали обращения граждан. А в апреле этого года 7 его подчиненных и вовсе были наказаны за коррупцию. Прокуратура города Севастополя в ходе назорных мероприятий выявила недостоверные сведения об имуществе, зарегистрированном на праве собственности государственных служащих, о доходах, полученных от трудовой деятельности, как по предыдущему, так и по основному месту работы, а также бюджетных фондов. А в конце августа департамент по имущественным и земельным отношениям и вовсе принял решение, напоминающее скорее издевку. Социальный приют для бездомных решили открыть в здании бывшего детского сада в селе Ахмельницком. Хотя сами жители уже долгое время просили правительство не закрывать единственное в населенном пункте дошкольное учреждение. Местные выступали против того, чтобы здание забрали у малышей и отдали гражданам без определенного места жительства, которых намерены свозить в Хмельницкое со всей округи. Мы столкнулись с проблемой того, что власти города не хотят у нас открывать детский сад, из-за того, что он нас мотивирует тем, что у нас очень мало детей. Но сейчас наше село было признано официально селом, и, соответственно, сейчас мы уже имеем право на детский садик, на маленький детский садик, чего мы, в принципе, будем добиваться и будем просить поддержки наших депутатов в решении данного вопроса. Что касается Валентина Демидова, из-за специфики его работы, каких-то особых, бросающихся в глаза достижений или огрехов, за ним замечено не было. Надо сказать, что севастопольцы дали работе чиновников объективную оценку. Может быть, именно поэтому слова благодарности в их адрес прозвучали только на странице социальной сети их бывшего руководителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова